Мы находимся здесь, на площадке общественной палаты, и уже начинаем обсуждать, как нам развивать экологическую журналистику. В этом роль общественной палаты, я так думаю, в протяжении, скажем, нескольких лет, последних два года, в вопросах экологии был, я бы сказал, не то что актив, даже суперактив. Всегда были открыты горячие дни, вопросы, которые поднимались в общественности, в центре, в регионах, начиная от промышленности, заканчивая лесных пожаров, общественная палата, где там относилась очень активно, и я так думаю, и активность гражданского общества тоже была серьезной. Ну, были попытки, я хочу у вас, уважаемый российская газета и московский комсомолит сказать, что всегда отправляли через нашу пресс-службу общественной палаты, приглашений на наших пикетов, на наших такс-служб мероприятиях, которые проводили в Москве, в регионах. Ну, почему-то была пассивность, в регионах почему? Значит, те предприятия, которые там находятся, ну, они некоторые частные, некоторые там полугосударственные, полу, значит, акционерные, они зависят от региональных властей, ну, зависят от региональных властей, а сама региональная пресса тоже, я так думаю, зависит от региональных властей. Поэтому, как странно не казалось бы, нам не удавалось, значит, то тревогу, то звуку, то, что общество там, значит, испытывает, выразить на это на страницах СМИ. Ну, я хочу вас заверить, что сегодня, значит, вы правильно сказали, экологией занимаются все, но нету такой мощной организации, которая бы взяла на себя эту серьезную, значит, нишу, тяжесть и довела бы до европейского уровня, до европейской силы, сила, которая принимает участие уже, значит, и в государственном управлении, и сказывает свои проблемы и так далее. Хочу вам сообщить, что вот то, что назвал Алексей Андреевич, значит, наше экологическое движение «Зеленый» подписало практически со всеми ведущими, значит, экологическими организациями «Мурангум», 14 декабря у нас будет, значит, уже озвучивание вот этого события, и оно уже превратится, значит, экологическую политическую партию, платформу, на котором, значит, нужно уже конкретно защитить, значит, наше экологическое направление в государстве. Если вот этот вопрос и то, что вы сказали, Алексей Андреевич, значит, вот «Зеленые» нам дают какие-то там экспертизы, какие-то там наработки, ну, они оказываются, так сказать, одни и не два понятного. Может быть, после вот этого, когда это будет уже объединенное, не только экологическое движение «Зеленый», объединенное такая экологическое сообщество, может быть, где-то, так сказать, более широкий интерес со стороны прессы, и пресса как-то будет тоже интересоваться, что творится у нас, значит, в стране и государстве. Я бы предложил, значит, создать такую экологическую журналистскую хартию, где бы вот четыре ведущих СМИ, которые вы представляете, показали бы пример, подписали бы эту хартию, и как-то все бы, значит, отвечали в своих изданиях, в своих, значит, стенд массовой информации, что, ну, обязать, что каждое какое-то мероприятие, пикет, это будет или митинг, значит, поддержку наших экологов, будет с вашей стороны, значит, озвучен, будет, да, серьезный резонанс, и я так думаю, что эти мы постараемся что-то сделать. А так, есть генеральная линия у государства, что экологические проблемы всегда должны быть на первом месте, что мы должны присоединиться разным, значит, хартиям, разным конфессиям. Да, и если каждый из нас не будет стараться, я так думаю, что все эти призывы, на каком бы они высоком уровне вы не были, они будут просто пустослови. То, что касается общественной палаты, я так думаю, что оно вам предлагает серьезную платформу СМИ, для объединения, для, так сказать, консолидации вашей экологической журналистики. Так что все зависит от вас. А так, 14-го я приглашаю вас, вот, президент ОТЭЛи, у нас есть здесь ваши координаты, произрели, если к вам придут, Олег Евгеньевич, а посмотрим, вот, как вы на это отреагируете. 8-го, 9-го уже будет съесть, значит, экологической, вот, этой нашей партии, посмотрим, вот, вот, это преобразование, что даст журналистики, что даст сообществу и государству в целом. Так что мы вас ждем. Спасибо.